Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Почему в настроении и даже в общем отношении к жизни мироощущение меняется от времени суток? Утром больше оптимизма, веры в лучшее, днем тоже все достаточно позитивно, особенно если день солнечный, но к вечеру начинает подкатывать грусть. Ночью вообще различные страхи. Я сейчас стою на пороге принятия важного для себя решения и начала замечать эти качели. Что утром я уверен, что в своем решении к ночи все становится не столь приятным и появляются страхи. Думаю, за что проще было бы вообще умереть и ничего не предпринимать. Я верю в реинкарнацию, поэтому речь скорее не о суицидальном настрое, а о перезагрузке. Что в этой жизни вроде как уже нет смысла что-то глобально менять, словно на протяжении дня, в зависимости от времени суток, живу в разных мирах. С точки зрения психологии, там есть какое-то объяснение? Если коротко о решении, которое мне необходимо принять, это побег от абьюзера. Но там уже все организовано, спланировано, все соломки, так сказать, подстилены. У меня в общем нет сомнений, что это необходимо сделать, но печальные настроения угнетают. Спасибо. То, что вы описываете, вот, корреляцию, связано с отсутствием у вас внутренней опоры. Опоры на себя, в смысле. Это такая системная, я бы сказал, история, когда человек, не имея возможности на себя опереться, достаточно зависим от окружающего мира. Это, ну, в большей, скажем так, степени, чем это могло бы быть в норме. Вот. То есть, понятно, что все зависимы в той или иной степени от внешнего мира, но вот с учетом того, что описываете вы, я бы сказал, что зависимости здесь больше. Никто не обменял факт ассоциации, то есть никто не обменял некого такого ассоциативного ряда, так скажем, в вашем восприятии. То есть, иными словами, что это значит? Это значит, что, как бы, если для вас день, например, утро или солнце ассоциируется с чем-то хорошим и позитивным, вот, то, естественно, вы будете верить в лучшее. И если ночью вы, к ночи и к вечеру вы относитесь как к чему-то менее негативному, то, ой, менее позитивному, простите, то, соответственно, вам будет, конечно же, настроение ухудшаться. Вот, связано это и с контролем, с психической активностью днем и утром. Контроль у человека традиционно лучше, к вечеру контроль ослабевает, соответственно, появляются страхи. Контроль, когда он ослабевает, он вызывает, соответственно, появление беспокойства, вот, но человек от этого, как правило, убегает. То есть он не решает, как таковую проблему, то есть почему у меня ослабевает контроль и появляется, как бы, ну, страшно, вот. Почему так, как бы. Вместо этого люди просто пытаются убежать, вот. Ну, вот, в принципе, это делаете и вы, в какой-то степени. Вот. Понимаете, да? И всё, простите. Вы не уверены в себе, ваша неуверенность в себе дает о себе узнать вот через такую историю. Вы ведь не случайно, не случайно, вы, так скажем, попали в отношение с абьюзером, вот. Вы попали в отношение с абьюзером, скорее всего, по причине внутренних конфликтов, как это обычно бывает, по причине своей жертвенности, которые, в свою очередь, обусловлены некоторыми глубинными проблемами, и они проявляются вот через подобные ваши ощущения. Понимаете? Вы говорите о том, вот вы столько вдумаетесь, вы говорите о том, что вам нужно принять важное для себя решение. Побег от абьюзера, говорите вы. Вы говорите, что всё подготовлено, все соломки-соломки подстылены. Ну, понимаете, какая штука? А если это действительно абьюзер, то бегство от него, решение не важно, решение единственное. Вот почувствуйте, пожалуйста, разницу. Единственное решение. Вы же описываете это так, как будто у вас есть альтернатива. Понимаете, да? Вы описываете всё так, как будто бы у вас есть альтернатива. И вот альтернатива-то как раз. И даёт вам очень интересный аспект. Почему допускается вам альтернатива? Что за соломки, которые вы подстелили? Да? Что это за соломки? Вот это важный момент, на который вам, как мне кажется, нужно обратить своё внимание. Прибарное настроение связан традиционно с тем, что человеку, точнее у человека, есть некоторые трудности. Трудности с эмоциональным интеллектом. Что это значит? Это значит, что я не чувствую, что со мной происходит. Не понимаю, что со мной происходит. Но ощущаю страх. Дело в том, что, как вы понимаете, в отношении саб-юзера вступят далеко не все. И люди, которые уступают в отношении с абьюзером, как правило, достаточно слабо себя чувствуют. Слабо чувствуют то, что с ними происходит. Кстати, это касается и абьюзера тоже. То, что все люди не очень хорошо себя чувствуют. Не очень хорошо ощущаются то, что они, ну, то, что с ними происходит. Вот. И, соответственно, если я не привык замечать то, что со мной происходит. Если я не привык на этом заострять своё внимание. То, когда у меня возникают перепады настроения, я просто относился к этому как к перепады настроения. Но не к тому, что мне, условно говоря, там, не знаю, чего-то хочется. Например. Например. Ну, вот. Например. Понимаете, да? Вот и все. Вот и все. Поэтому, условно говоря, работа, ваша работа с эмоциональным интеллектом своим, могла бы, конечно, ситуацию несколько исправить. Вот. Но здесь опять же смущает следующее. Вы говорите про веру в реинкарнацию. С одной стороны. Про ощущение бессмысленности в своей жизни с другой стороны. И это все, конечно, также вызывает вопрос. Нет. Но вы верите и верите. Верьте во что хотите. Но в контексте бессмысленности жизни очень похоже, что вы на реинкарнацию перекладываете ответственность за, ну, вот, то, что вы ощущаете на данный момент. Да? То есть у меня что-то не получилось, я себя не чувствую, я ощущаю беспомощность, я ощущаю бессмысленность, поэтому зачем жить, нужна перезагрузка. Но перезагрузка решает проблему раз, и два, это то, что на данную жизнь, ее нужно жить. Вот. А не так, что что-то не нравится, хоп, и перезагрузился. Вот. А не так, мать. Ну, вот. Поэтому здесь я бы сказал, вот, некоторое, опять же, пренебрежение собой, пренебрежение собственной жизнью происходит. Вам кажется, что перезагрузка это поможет вам, но, посмотрите, что вы пренебрегаете своей собственной жизнью сейчас. Вот. Убегаете, в том числе, в реинкарнацию. Если вы верите в нее, верите, что она существует, прекрасно, пусть она существует. Но это не значит, что вы можете думать о своей жизни как о чем-то бессмысленном, и что нужно перезагрузить. Вот. Даже если вы это не сделаете, даже если вы не собираетесь ничего с собой делать, вот, все равно подобные мысли, обесценивают ваш, ваш жизненный путь прямо сейчас. И, естественно, естественно, этим, как бы, пользуются абьюзеры. Потому что мне кажется, что не просто так вы оказались в своем вот таком положении. Не просто так вы оказались. Возможно, подобные ощущения, ощущения бессмысленности вашей жизни. Приследуют вас еще до встречи с этим мужчиной, да, как бы. Вот. Поэтому такая вот история. Понимаете? И вопрос, еще вопрос, который хочется вам тоже задать, да. А вот зачем вам объяснение? То есть вот, ну, зачем вам то, как объясняет психология? Это. За чего вам объяснение? Это как решить ваши проблемы. Ну, вот конкретно. Да. Знаете, вы можете сами подсчитать принципы в интернете. Вот. Прибарное настроение, эмоциональные качели. Но это не решит вашу проблему, а проблему решит психотерапию. Как и сказала одна моя коллега вам же, что бегство от абьюзера ваши собственные трудности не решит. И вы найдете другого абьюзера, от которого тоже будете убегать. И если вы не хотите прожить так всю свою жизнь, то мне кажется, нужно все-таки заняться собой. Сейчас скажу такую, может быть, грамульную вещь, но не пора пиццы убегать от абьюзера. Может быть, и не надо убегать от абьюзера. Пока что не надо. Может быть, имеет смысл немножко по оставаться с ним и с ним еще в отношениях. Но параллельно с этим заняться собой в своей психологической жизни, психологическим здоровьем, например. И вот тогда уже смотреть, что я могу сделать. Как я могу сделать. Лучше. Может быть, и бегать вам не придется. Ну, в смысле, вот, вообще. Да? Может быть, вам и не придется бегать. На этом все. Пожалуй, я надеюсь, что вам это было полезно, интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Ответ вот позволит вам вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Будем на связи.